Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка от компании Тихмилы. Сами я Артур Изятурин. ФРС успешно доказывает своей позиции, что медвежий взгляд на фондовый рынок США, скорее всего, является ошибочным. В октябре рынок труда США расширился на 250 тысяч рабочих мест. Это стало известно из отчета, который вышел в прошлую пятницу. Можно видеть, что в несельскохозяйственном секторе количество рабочих мест увеличилось на 250 тысяч. При этом оплата труда выросла в соответствии с ожиданием, выросла на целых 0,2% по сравнению с прошлым месяцем. Опасения относительно урагана Майкл оказались безосновательными, так как он не оказал видимого влияния на темпы роста рабочих мест. Производственный сектор, наиболее уязвимый сектор к последствиям во внешней торговле, создал 32 тысячи рабочих мест. И важно, что при этом сохраняется тенденция роста спроса на квалификацию, то есть на рабочую силу, связанная с производством товаров длительного пользования. Абсолютно все сферы экономики США внесли положительный вклад в занятость в октябре. При этом лидером роста стал сектор медицинских услуг, образование и социальные поддержки, который создал 46,7 тысяч рабочих мест. Доллар сохраняет уверенные позиции против других основных валют в понедельник, окрыленный успехом пятничного отчета и укрепившимися ожиданиями относительно решения ФРС в декабре. Вероятность четвертого повышения ставки в этом году, однако выросла незначительно, это показали фьючерсы на ставку. Вот здесь можно видеть, что шансы на повышение ставки в декабре сейчас составляют 72%, при этом на прошлой неделе эта вероятность составляла 70%. Очередное свидетельство в пользу сильного рынка труда погасило также волатильность по ВИКС, который нырнул ниже отметки 20 пунктов в пятницу. В пятницу долгосрочное среднее значение показателя оценивается в 14-15 пунктов и индекс обычно быстро возвращается к своему среднему, как только это позволяет сделать стабилизацию рыночных ожиданий и прекращение панических продаж. В пятницу основные фондовые индексы США закрылись в минусе, индекс S&P 500 потерял 0,63%, промышленный X-DOW также снизился незначительно. Тем не менее, это указывает на растущую уверенность рыночных игроков, что ФРС продолжит ужесточение политики. Сейчас для рынков естественно ожидать какие-то уступки со стороны ФРС, чтобы продолжить рост именно на ожиданиях мягкой политики. Инвесторы не доверяют экономическим успехам как надежному катализатору для роста фондового рынка, поэтому в понедельник умеренные продажи возобновились, ючерсы на индекс S&P 500 снизились незначительно, при этом спрос на защитные активы остается слабым. Откат на азиатских рынках поддержали тревожные данные со стороны экономики Китая. Сегодня вышли данные по активности в секторе услуг, а также смешанный индекс активности. Так вот, смешанный индекс активности в производстве и в сфере услуг в Китае упал до 50,8 пунктов, вопреки прогнозу 52,8 пунктов, что стало минимальным значением с июня 2016 года. Менеджеры компании сообщили, что новые заказы упали до минимума февраля 2016 года, ключевый показатель составил 50,3 пункта, что в свою очередь говорит о едва сдерживаемых рецессионных рисках в экономике. Вот видно из Шанхайского композитного индекса, что он смог у нас отскочить от поддержки в 2450. Сейчас, если рассматривать этот нисходящий технический канал, то возобновление продаж должно начаться примерно уровня 2700. Следующая поддержка индекс уже будет ожидать на уровне 2400. Чтобы поддержать экономику, Китаю придется быстро наращивать импорт, что, собственно, недавно пообещалось сделать китайский пример Си. Китайский юань у нас перешел в снижение в понедельник. После недели укрепления, так как экономические данные предполагают сейчас более слабый, фундаментально обоснованный курс юаня против доллара. Управляемый обменный курс национальной валюты Китая говорит о том, что периоды укрепления должны быть сейчас списаны на валютные интервенции. Вот подобно вот этой, когда у нас обесценивание юаня приблизилось к критической отметке в 6,98 против доллара. Вот здесь у нас произошла коррекция. Но, как видно, все равно снижение юаня возобновилось, причем довольно резко. Сегодня у нас данная пара потеряла почти половину процента. Снижение цен на нефть будет также сдерживать инфляционный импульс в глобальной экономике. Особенно сильно это скажется на экономике еврозоны, где значительная доля инфляции приходится на топливо. Бычьи планы на нефтяном рынке приходится откладывать сейчас. После того, как последние данные показали, что производство добычи нефти резко ускорилось в США, России и Саудовской Аравии, администрация США решила пойти в обход Саудовской Аравии, разрешив некоторым странам покупать нефть у Ирана. Таким образом, сейчас администрация Трампа пытается снизить цен на нефть. В принципе, такие призывы от Трампа уже поступали, раз Саудовская Аравия не готова сотрудничать, особенно на фоне убийства критика оппозиционера Саудовской Аравии Хачкоджи недавно, США, естественно, решила поступить другим образом и, таким образом, немножко ослабив санкции против Ирана. Соответственно, вопрос о дефиците на рынке сошел с повестки дня, цены на нефть у нас снижались весь месяц практически подряд, вот начиная с октября, причем снижение было довольно стремительным. Сейчас борьба по бренду развернется на уровне в 60 долларов за баррель, по бренду это будет отметка в 70 долларов за баррель. Сложно говорить о динамике спроса сейчас и его перспектив, особенно когда рынок находится под давлением со стороны предложений и всецело занят обработкой сигналов со стороны мировых производителей. Поэтому разговоры о медвежьем нефтяном рынке как предвестником замедления глобальной экономики пока преждевременны. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду.